В рецепте этого десерта всего два ингредиента. Мороженое фермеры в селе Иваньково-Подъясногорском делают из пастеризованного молока, чтобы не было привкусов. В него добавляют сахар. 40 минут смесь охлаждают и взбивают. Готовят мороженое. На глазах у покупателей. Долго оно храниться не будет, поэтому советуют есть сразу. Там нет загустителей, оно не тянется, тает быстрее. И как-то во рту тает быстрее. И нет такого прям приторного вкуса. Ты чувствуешь сливки. Производством мороженого фермеры начали заниматься несколько месяцев назад, хотя открывали хозяйство, чтобы изготавливать сыры. Это и остается основным направлением работы. Сейчас в Подъясногорском делают итальянскую моцареллу, голландский моздан и грузинский сулугуни. Всего 25 видов твердых и мягких сыров. Молоко, из которого их готовят, свое. Коровы гуляют на свободном выпасе, поэтому каждая партия сыра имеет свой привкус. В зависимости от того, что съели животное. Стоило летом коров загоняют только на дойку. Сейчас за это отвечает Борис Лейбман. Еще полгода назад мужчина жил в Москве. Переехал в глубинку вместе с женой и сыном. Сейчас офисный сотрудник познает азы фермерства. Вчера мы заготавливали сено, складывали его в скирду, пользовали трактор, закатывали на трактор сено, заготавливали на зиму запасы. Я делаю все, что можно вообще делать на природе. Начиная от дойки, заканчивая кормлением собак. Хозяйство в Подъясногорском было основано 4 года назад. Тогда пять семей, так же, как и Борис Лейбман, решили, что хотят перебраться из столицы в сельскую местность, чтобы питаться натуральными продуктами и жить на природе. У реки с нуля построили несколько домов, ангары и стоило для животных. После купили первых коров, теперь в хозяйстве их 20. Плюс козы, куры, утки, лошади. Здесь мы имеем возможность общаться со своими детьми, со своими друзьями, просто безлимитно, нон-стоп, онлайн, просто онлайн вообще. Мы можем принимать к себе гостей в неограниченном количестве, потому что любая московская квартира, даже такая, как у нас была в Москве, но она и сейчас есть, собственно. Все равно она не позволяет расшириться до тех масштабов, которые позволяет именно ферма. Когда я могу пригласить гостей, действительно их удивить натуральной едой. Попробовать сырые мороженое, которые готовят в хозяйстве, смогут все желающие. В эти выходные в Тульском Кремле пройдет ярмарка сельхозпродукции «Свое». Фермеры со всего региона привезут домашнее молоко, яйца, фрукты и овощи, угостят посетителей хлебом и десертами собственного производства. Галина Гуркина, Анастасия Авдеева, Владимир Ребриков, Первый Тульский.